здравствуйте друзья мои наступило время добавить нашему сайту новый функционал а именно работу с пользователями для того чтобы пользователь мог совершить заказ оплатить его он должен зарегистрироваться у нас на сайте авторизироваться и сделать заказ давайте вам покажу как это будет у нас выглядеть в левом нашем блоке у нас есть авторизация блок авторизации вводим логин вводим пароль нажимаем кнопку войти и авторизированы и есть скрытый блок регистрации если мы кликнем у нас откроется скрытый блок где пользователь желающий зарегистрироваться вводит свой email пароль и повторяет пароль и после клика зарегистрироваться он регистрируется далее у нас будет страница пользователя давайте залогинимся под уже готовым пользователем вводим логин вводим пароль нажимаем кнопку войти две формы наши скрылись и появилась вот такая формочка где указано имя пользователя и он может осуществить выход и свои и из-за логинного состояния если кликаем по имени пользователю мы попадаем на страницу пользователя где данные пользователи во первых может редактировать свои данные и видеть список всех своих заказов то есть вот есть конкретный заказ один заказ статус заказа оплачен или не оплачен дата создания дата оплаты если он оплачен и дополнительная информация по пользователю если кликнуть по ссылочке показа показать товар заказа появляется под таблицам в которую мы будем видеть список заказанных пользователем продуктов именно в данном заказе вот таким вот образом кликаем выход и выходим из своего аккаунта и так первое что мы сделаем это подготовим почву для реализации данного функционала что нам для этого потребуется во первых нам потребуется новая таблица в нашей базе данных которые будут храниться данные пользователя переходим localhost php myadmin открываем нашу базу myshop и переходим на вкладку sql на диске с видеокурсом вы найдете следующий скрипт либо можете набрать его руками самостоятельно лучше набрать его руками самостоятельно дабы постепенно запоминать все вот эти вот функции данный скрипт у нас создаст табличку пользователей где давайте рассмотрим следующие поля айди от индификатор пользователя целочисленная тип интеджер и автоинкремент пустым быть не может но там далее email пользователя это будет вар чар срока переменная длиной 50 символов это же пустым быть не может но пнул pvd это здесь будет храниться пароль пользователя тоже вар чар тоже 50 это же не может быть она нул пустым не может быть далее name имя пользователя фон телефон пользы и адрес адрес уже будет нас текстовое поле но ну далее мы объявляем то что первичным причем у нас будет поле айди вот это вот и уникальным поле будет поле email то есть два пользовались одинаковым имейлом зарегистрироваться не смогут если попытаются то произойдет ошибка нажимаем ok и табличка у нас создалась вот она здесь появилась давайте перейдем на нее и посмотрим как она выглядит здесь мы видим все наши поля с нас и характеристиками обратите внимание что сравнение должно быть у вас точно таким живут f8 general c и дополнительного поле автоинкремент и внизу можем посмотреть индексы при моряки у нас поле айди email у нас является уникальным ключом далее переходим на бинс и создадим два новых файла во первых в папке контроллер мы создаем файл юзер контроллер и в папке моделс создаем юзерс модель обратите внимание то что контроллер у нас называется юзер контроллер а модель у нас называется юзерс модель и соответственно напишем здесь данный код подсказочку то что это контроллер функции пользователей и в юзерс модель укажем то что это модель для работы с таблицей юзерс следующим шагом будет у нас доработка шаблона левого меню сейчас у нас левом меню только список категорий и корзина нам требуется доработать чтобы у нас было был блок авторизации блок регистрации и также скрытый блок вот он блок залогиненного пользователя юзерс блок так как у нас сейчас пользователь не залогинено соответственно он скрыт данный блок скрыт переходим в netbeams и открываем в папке view папка default left column tpl в нашем блоке left column переходим самый низ то есть наверно нет не самый низ до корзина у нас самом низу переходим чуть выше корзины освобождаем нужное нам место и вставляем следующий блок кодом блок с идентификатором register box далее идет у нас заголовок нашего блока который имеет класс меню caption и класс шоу хайден события на он клик вешаем шоу register box данного данная функция у нас еще не описано мы ее позже опишем и пишем регистрация и далее идет скрытый блок в котором будет указан поле для ввода имейла поле для ввода пароля и поле для ввода повтора пароля и также кнопочка input type button события вешаем он клик register new user тоже данная функция будет описано нами позже в мэн джессе это джесс функция которая будет нас методом аякса регистрировать пользователя вы ли и пишем зарегистрироваться давайте посмотрим более подробно имейл у нас является импутом тип текст идентификаторы пишем email name тоже email value по умолчанию пусто пароль первый пароль тип пасворд идентификатор pvd 1 name pvd 1 value тоже пустое значение повторить пароль тип пасворд идентификатор pvd 2 name pvd 2 value пустое значение сохраняемся переходим браузер смотрим что у нас получилось открываем наш сайт обновляем страничку вот у нас появился данный блок на текущий момент у нас сейчас все создана для того чтобы сделать первый шаг а именно регистрацию пользователя на этом видео урок закончен до встречи в следующем видео уроке с вами был дмитрий афанасьев